вы близко очень к экрану и поэтому картинка ваша будет как прошлый раз вверху вас пространство много сделайте чтобы выше голова была вы еще выше 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 нет вот подождите это картинка которая идет у вас губу только видать вот еще выше еще еще поднимите голову вот так а теперь отстранитесь дальше назад назад вот так а гол нет еще повыше и назад чтобы вас лицо было целиком видного все ближе не как иначе вас вы видите как на картинке потом будет вот так можно повыше еще чуть и подальше евангелие есть одно место очень известная когда блудницу вот-вот побьют камнями и приводят ко христу и когда христос говорит что тот кто без греха тот пусть 1 бросит как они и фарисеи люди умные они понимают что безгрешных нет среди них и они все отступают тем самым сохраняется жизнь женщине и христос отпускает говоря и иди не греши в одном из мест его златоуз говорит ты можешь обличать только в том случае если ты сам в этом не попочек иначе говоря вспомним еще одну притчу когда господь говорит да что ты видишь сучок в глазе брата своего у себя бревна не замечаешь это такое притворение к тому что например я вижу многие несоответствия канонам хотя прямо скажу я не считаю себя и знатоком но кое-что уже и от вас известно несоответствие слову божию евангелию несоответствие толкованием и так далее но однако я точно так же понимаю что я как тот фарисей хотя более вернее в меньшей степени знающие и исполняющий то что исполняли они я вот в себе не чувствую той силы чтобы пойти обличить потому что я не соответствует именно той высоте учения евангельского который нам оставил господь вы же гнать тихонович потому и можете обличать и обличаете потому что за вами нет ничего того в чем можно бы попрекнуть вас в первую очередь это устройство ваше общение с другой со второй стороны это благочестие это ваш аскетический образ жизни строгий пост знание евангелия следование неукоснительное канонам и так далее и вот в прежние годы ваших работах ваших выступлениях ваших книгах очень часто судя по всему то что я читал видео эти все документы ваших книгах открытым оком представлено было очень много писем в патриархию в епархию о том как много нарушений жизни настоящей жизни нашей церкви но практически сегодня не слышно не видно ничего подобного от вас хорошо ли это плохо и какова причина этого вот хотел бы я узнать возраст не придется на меня возраст не влияет я застрял где-то 25-30 лет кажется все время с молодежью начальник детского лагеря был 45 лет и ну просто я не чувствую своего возраста хорошо ли это плохо бог его знает я также на велосипеде гоняю голубам каждый день лажу а 10 июня уже 80 лет будет в этом году ну и о прошлом и настоящем это люди которые знают меня здесь почти все подмечают вы стали мягче я не служу я им легко это объясню как-то отец геннадий вас писал каком-то томе я не знаю в четвертом или где переписка это с ним есть вот когда у вас что-то трогает кто-то обличает меня это вы тогда сразу собираете людей я из них тогда прошу выбрать старшего кто руководит этим судом называю и давайте конкретно не поза глаза там говорить это в глаза скажите я желаю исправиться даю им бумаги чистый ручку карандаш ухожу прихожу все чисто никто ничего не написал они думают только о том как поскорее ноги унести вас спасает ваша безупречность за глаза они что-то видят то есть слышат вот сейчас там на меня этот синистки нападают уже четыре ролика вчера сообщили что он будет всю жизнь посвящать только вам теперь а у меня 14 тысяч 150 роликов ему жизни не хватит если даже по одному сейчас он будет слушать ролики с мало ролики по-другому же они страницы листать это требуется ровно 13 лет 13 лет у него может и не быть а что он выискивает у меня ни одного шага жизни правильного не было как он рассматривает и что вот я этот получил квартиру здесь прокуратура решили краевого суда он ни во что ставит я все будут добиваться что потеряю порошок стерли что батюшку запретили игнать и там посадили но то есть может быть это и не он говорит но от его имени и скидывает и скидывает материал но судя по четырем предыдущим роликам это еще мягко как он сказал он бы у меня сегодня стер порошок и по вселенной распылил а почему впереди которая посылал вам наши там это как он на обороне то он все делал 10 лет клевещет его развести нет он оплаченный масонга как показывает и вдруг на меня натолкнулся многоточек все пошло кувырком пошло так как он думал ответного слова от меня ни одного нету а почему я втрел потому что он напал на и она златоуста напал всю его биографию коверкает и по своему испорченному хамскому мозгу если он и есть у него они булыжник там какой-то место сердца горта ржавая железка то это совершенно сумасшедший одержимый демонами человек не сама дьявол из него все коверкает все абсолютно это что он был монахом там и и как писал как говорил как умер все моя вына вынужден был попросить найти его и я его не знал в интернете выставил найдите мне его и попросите что вышел по skype поговорить а сергей козлов то царство ему небесное он говорит я это устрою встречу то проходит дня три он говорит не выходит а теперь когда его биографии кинули они вообще не выходит у него инструкция такая я к чему это о нем говорю что на меня это не влияет никак действительно прошлые годы я писал именно писал патриарху генеральным секретарям там брежневу я не знаю хрущев писал или нет там первые годы все там 66 56 год до 56 а остальным всем я писал писал в оон писал которых я знал где-то в америке везде и так что меня вызывали в горком партии и но без обратного адреса я ни одного письма ни одной бумажки в жизни не выпустил хочу подметить что дзержинский феликс эдмундович а отмечал это патриарха тихона что ни одной бумаги не выпустил из обратного адреса когда тогда если нашли кто писал трибунал тройка и человека нету он в нем видел достойного противника я не потому что подражаю патриарху а просто я знаю я перед богом и и в городской горком партии вызывали когда мне но они я писал а что я писал неправильно то они не знают что присутствует как правило сотрудник эгб и он как-то говорят и вам бы игнать их лишь только у нас работать такой порядок любите такая у вас военная дисциплина везде я такой если есть я никому не подложусь никогда нигде ни одного шага я выгляжу выше смотрю что повелевает мне господь этот прошлое писал да а сколько раз сколько написано не бросайте зря бисера не мечите там перед свиньями сказал всего меня очень сильно поддерживает слово языке или пророка 3 глава 18 20 стихи вот где написано так если ты видел согрешающего и не обречил его он погибнет а его кровь я взыщу с твоей головы но если ты его обличал а он не послушался то кровь его на его голове а ты спас свою душу это я потом увидел я не поэтому это делаю обличаю а потому что внутри меня как любимый мой пророк и римея говоришь в костях моих как разлитый огонь был я усилился не буду молчать не буду говорить буду молчать и мне надо работать ничего не получится у меня работы никакой нету у меня просто весь организм то а если он умрет а если ему никто не сказал я писал баптистам у них выступал генеральный всех кто только известны мне были люди которые могли влиять на кого-то я писал и не раз не два о нарушениях конкретно говорю о православных я изучению канонов отдал практически три года а что такое изучение первую очередь я его перевел на русский язык у нас только на славянском старинном далее кормщая книга правил как сегодня называется она искажена я сравнил с до никоновской сегодняшний это не никак нельзя то есть я работал практически с оригиналами которые пришли из греции которые старообрядцы сохранили сохранили я имею книгу и начинаю смотреть где спрашивает правила апостола павла они даже не слышали может и потерять кирилл не знает а это в скорбище правила апостола павла есть апостольские правила 85 правил апостола павла нету а есть правила апостола петра и павла у там немного я их посчитаю сегодня вопрос почему выбросили а вот почему колова вот мы будем сейчас через две недели вступать в великий пост понедельника будет считаться канон андрея критского и вот канон этот 16 земных поклонов а сегодня сделали 4 кто сделал почему и далее дух праздности уныния любочтежания празднословия не дашьми а там запятая стоит они . и сребролюбия а почему-то они все стребролюбия как сегодня горит у патриарха там 4 или 6 миллиардов долларов вполне может быть миллиардные провороты делает софрина у них им только продать вот красноярском крае был благощины отец александр бурдинг потом он стал силуяном иеромонахом и недавно умер очень сильно болел просили молиться а дьякон его сергей бурдин как раз пытался у меня быть защитником и он работал библиотека все которые сомнарком выпускал что не гнать верующих то я сижу за веру там он все выписывал и когда узнали любыми путями чтобы его выгнать оттуда он тогда написал обличительное письмо под патриархию и тогда был гедеон здесь архиепископ новосибирске это барнаульская красноярская тува это все ему принадлежало кажется и томска одному то теперь это разбили на епархии куда на маленькие такие и вот этот отец александр табурдин а то время при власти при своей он до конца все не знал когда я к нему приехал он в это почему-то шли священник я все об этом думаю жена его она была у нас только на к нам расположен и он все это написал моя жена в них души не чаяла но его невыразимое троги или как-то обличение я терпеть не мог я вот песня бросал в корзину это все отобразил это в моем деле и вот он позвонил тогда у полномоченному вы готовы у меня полномочия братья родные я сейчас позвоню и вас и рукоположность я говорю нет меня не не пропускает нигде архиерея уж там весь советская власть там миллионы пожертвовал фонд мира то есть на уничтожение верующих вот какой фонд мир то мир когда верующих нету они даже не понимают о чем говорят главное-то смутьяны верующие не мир пришел меч разделить семьи вы еще не понимаете что ли это главное смутьяны то это христиане когда уверовали и вот он говорит я сейчас позвоню я буду не надо отец александр это бесполезно архиерей пытался меня расположенный ко мне а я позвоню позвонил ему слышу веселый разговор идет ну там александр николаевич я хотел сказать вам вот тут кандидатура если рукоположить надо видимо тот говорит я хорошо слышал ну какой разговор-то ладно так ну и как у тебя дела да все так я забыл спросить а кто это кто я знаю его он да нет вы не знаете это из другой области а кто он это салтайского края салтайского края а кто мы ему выдеваться некуда и гнать и лапкин и друг в трубке началось такое думала расплавится он сразу с пятнами пошло лицо опустил рода от него такого не слыхал да что ж такое это он же всех кого я предлагал всех рукополагали у нас и свободно такой гнев и злил ты это с ним знаешься да ты знаешь кто это ну и начал это вот понимаешь как это молва характеристика моя очень корявая я обличал очень обличительные письма за нарушение канонов и приводил слова ну не моя героя патриарха никона который горит я коротствовал и вывести с места со мною вот я совсем не не симпатичен митрополит сергий строгородский но у него есть такое когда господь избирает из своей среды и кого надо посылает слышал от меня я прочитать могу зайти но в данном встречале нужно держаться того что тебе говорит дух святой на это уже высшая планка я ни одного дела ни одного письма не писал прежде чем не обращался к богу и притом постом молитвы мне нужно насчитывать было златоуста 12 томов по 850 страниц жития святых я благословляю пост еду к архиерею новосибирск благословляюсь он благословляет и тогда начинаю работать это не просто так я как говорят бухта барахта у меня другая бухта не нужно выплыть большое море океан и тогда конечно слушали меня отдельно только лица я письма писал среднем у меня получалось за год так получалось что 1200 писем кажется конвертов столько это среднем было больше чуть чуть поменьше и письма были до 10 страниц покупали тонкая бумага как папиросная они печатал каждую пасху я писал всем архиереем по календарю обо всех упущениях а главное это искажение в таинствах это и главная завершающая стадия рождения свыше надо бы на тебе родиться свыше а дальше господь в грехтоне родиться отпадает духа ну чё ты понятно то его речь к никодиму она идет сплошняком она не добавлялась ни нарезка какая-то здесь везде неправильно почему а католичная мокрая ладошка сегодня показывает патриарх держит ребенка кирилл и вот так ладошка рядом стоят то ли митрополиты и кто-то непонятно или священники никто ничего нету согласно апостольского правила 50 он должен быть извержен там не написано что если он высокого сана то он может топтаться на канонах такого нету правило для всех если кирпич стоит ехать нельзя дальше нельзя больше разговаривать не о чем я писал писал надежда была люди не знали я много работал над этой тематикой о чем писал более полного материала о крещении чем у меня нету там отец олег стеняев там миху разные зачем все собирать омовение и крещение это разные вещи это не омовение это погружение талфан баптизм это погружение я его нет он стоит на капельном полу то есть они заумничали мудрость и знания твои сбили тебя с пути зачем бы пророка ты говорил поэтому облищи даже считаем это что они сюда заносят церковь это ересь самая настоящая ересь католиков это они первые начали у них вообще не знаешь такое погружение у нас хоть отдельные где-то отдельные люди за никого нету а юридика к титу 3 глава 10 стих написано после первого второго вразумления отвращайся потому что он будучи самоосужден он не прямо не принимает этого но а как быть с ним никак юридика после первого второго вразумления отвращайся я спрашиваю ну а если они принимают зная то есть я должна что такое развратился это развратник и грешит будущее самоосужден он развратился но я думаю может быть ну развратился но не до какой-то степени в открытую идти-то против бога-то христос на иордане был евнах и пилип сошли в воду все святые отцы до единого говорят полное погружение они не принимают а больше идти некуда после первого второго вразумления правители мира когда я обличал я писал в горком партии в райком здесь которые есть что видел ну я делал так как повеленно было но они не слушать еще могу сделать я перехожу на келейное правило молитвы больше ничего мне не дано поэтому я от многого отставал не силу того что я устал как некоторые понимают или испугался или составился нет это повеление божие после первого второго вразумления отвращайся отвращайся от одета повеление не прикасайся знаю что такое развратился а развратился значит развратник прелюбодеев прелюбодейцы им название проституция духовная не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога они венцы на голову не надевают вещами то нету иду сзади а зачем я спросил священника ну бывает там волос и что-то такое запачки еще сапогами туда лезет или что еще раз скажу что это отступление при том огромное тайной исповеди нету это отдельная комната должна быть а тут вплотную друг другу исповедуется а сзади 20 человек стоит 30 до весь предел я повторяю у меня есть много чего я ради главного отстаю когда случилось что буря захватила острова милит мы горит своими руками побросали пшеницу в море чтобы облегчить корабль иначе он просто погибнет вот некий пример я беру для себя вот представь за девять лет так вообразить только за девять лет у меня выходит 38 книг еще 7 это бумажном варианте еще 7 в интернатной версии это невозможно любой скажет это невозможно это не брошюры семьсот пятьдесят две страницы в это хорошо знаете а чтобы ответить это я века положил на это и день и два если вы учились в университете сколько времени тратили я на обучение ежедневно не менее 10 часов при том самостоятельно я не надо сидеть к один отвечает а я сижу слушай когда это знаю нет я прорубался вперед это около десятка университетов можно было вполне заложить при возможности так работать и у меня никогда не было такого состояния чтобы я думал я достиг совершенства вообще нет я постоянно подчеркиваю мне эти какого гуманитарного образования этих на печи делал сажа сторож и все но если я говорю о чем-то значит присмотрись к этому вот я пишу стихотворение по 9 куплетов три тысячи четыреста шестьдесят семь в этот же период когда пишу книги ну что такое много или мало ну тридцать шесть строчек да еще эпиграф а у меня 42 строчки в книге все заняты это четыре тома по 800 страниц и где сохранились черновики ни одной помарки нету чтобы одно слово переправить на другое как у пушкина вот думаете так вот так у меня нету а как на молитве у меня как мысль какая-то как высветился я прямо на молитве как вивальди делал ту же раз строчку записал а бывает два раза бывает два раза я пишу отдельно это два стихотворения уже будет первая строчка вытащить 35 и против каждой строчки место библии откуда взято мне стали говорить как красиво выглядит стали подражать мировой литературе этого нигде не было 36 раз нужно открыть святую библию что понять о чем сказано с двойным стройным подтекстом это не мое я сегодня читаю стихи свои как будто первый раз вижу надо учитывать что я готовился к проповеди на каждом богослужении говорил две проповеди храме когда мне сделали шестом а если ну суббота воскресенье 4 а если праздник среди недели также еще 4 это 8 8 проповедей в течение одной недели тысячи проповедей сохранилось немного там 1360 когда стали записывать а их не записывали и в каждую проповедь сегодня вникают мне пишут вы где брали как архиерей где вы берете материал я не беру его это руку протягивать надо брать вот во мне ну а как вы решили проповедь и фото какое что можно сказать я говорю а златоуст говорит я не апостолов заголовок и говорит 4 или 6 проповедей по полчаса откуда брать заголовок один я тосковал об этом да вот в университете занятия были мы всегда перед занятиями уже в занятии сама начинается всегда пели царю небесный утешитель пели всей аудитории и 60 проповедей я сказал разъясняя эту молитву она коротенько совсем там 60 слов даже нету 60 проповедей сказал без повторов а как это не знаю меня сколько раз спрашивали я говорю кто-то записывал это надо все искать я другим не стал я вот первый день когда уверовал когда дали дал мне господь мне как будто бы кто-то вот сюда вложил все и у меня изменение вот ох я не знал я несовершенный был потом узнал я не считал еще библию а уже это все дано было я продолжал исследовать после того как убирал кришнаистов буддизм мусульманство ли доступной литературе журналами и я только увеличивал это самое главное что я узнал самая большая беда что люди в храме не понимают считаемого то что поется я понимал так что виноват здесь непонятный язык непонятный язык но далее время идет я стал исследовать а кто же это держит а кому это выгодно то я понял понял что то те кто это считает им нужно чтобы народ не понимал к ним как каракулом обращались а вон тогда кочерыжица ты не знаешь а я знаю выну выну это не руку выну а всегда паки значит еще паки 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 сели собаки вот определенно все это я понял но я стал дальше исследовать об языке речь идет только глубже я понял все это делали монахи молитва василия великого григория богослова и она затоуса кипряна карпагенского на вычитывание считается при крещении ни одного слова не понятно вообще непонятно батюшка отец акин спрашивал ну читайте вот это вот то то там часто повторяется что это такое не может ни один ответить я иду со священником из храма я говоря сколько лет вы служите он горит 52 года священником 52 года я говорю что сегодня считалось апостол послание понятия не имею он понятие и не где-то такиев сапи самый центральный собор мать всем городам нашим я гулять я спасили ну как же как же это можно так то но кто понимает сатана ведь понимает ему это страшно у тебя только служба для сатаны идет ну вы сами вдумайтесь дальше господь горит главное оружие против демонов от апостола молитва ничем не сгоняется рот а вы как говорите послушание обе дороже поста и молитвы то есть главное оружие пушки артиллерия катюши это ничего не значит ты послушание только имей ну явно что сатана это говорит а вы все муссируете пост и молитва неразрывно связаны против дьявола и чтобы их убрать ясно тот кто ему не мешает кто и убьет чего вы не понимаете то так дороже поста и молитвы ну сказал бы дороже обеда дороже сна тут еще можно как-то здесь открытым текстом пост и молитва оба слова вместе так соединенные идут и дороже их послушание а вы никакого нет под этими тряпками только дьявол стоит это он отбивает только не только не после молитва меня слушать я тебя доведу как великом инквизитор достоевского и за смертью обрящут лишь смерть я обрещал и писал обо всем этом повторяю я был настолько загружен начальник детского лагеря я ни разу за эти годы не искупался у меня время нет костер каждую пятницу я на костер не хожу я не 13 15 не менее 16 часов круговой в 9 лет считая и суббота и воскресенье 14 часов уходила за компьютером 14 часов я повторяю книги стихотворения проповеди у меня все сконцентрировалось в эти девять лет мы-то говорим о письмах об обличении а в это время да я архиерею это говорил и у меня для слова божья нету с ответы от гидеона он сильно лютовал когда я обличал вот кто-то тоже писал то это а кирилл сахаров игумен на берсеневке метров 200 от храма христа спасителя когда я сказал гидеона ну как же так вот монах он с монашкой живет в одном доме никого больше нету ничего я не подозреваю но каноны категорически запрещают монах должен монастыре быть она от него должна быть за рекой где-то понимаете в народе то рядом то люди же понимают и что же вы делаете-то и гнатья ну брось ты ну что то ну ну кто такой василий то я ему правила защитую ну такой же как человек могут вот этого и гнать уже стерпеть не мог а так кирилл сахаров пишет об этом но как терпеть то когда совершенно неправильно слова говорит это мне гидеон говорит архиепископ да кукин естественно что я писал его нету этому теперь разделили партии этот был который все все знают всем дал вот первая встреча прислали сюда максима и дмитриева яку давайте сходим познакомимся а в это время я работал над симфония по житиям мне благословение дал уже с наш и психи курочкин я думаю и спрошу его и так теперь на книге два благословения он говорит но я-то недавно рукоположен он стал его первым поставлю как по чину когда встретили он вышел вот так вот руки раскинул ух сколько про вас это вы и гнать и есть это максим дальше сделается таким как будто бы я враг ему стал мне один священник говорит ни одного начала и партийного собрания нету чтобы вами не начали и не кончили а имя делали известно на весь мир они мне такие подлянки выкидывали я веду занятия университете они посылают человека гончаров там был сергей приходит бумагу приносит чтобы меня отказали в помещении а у меня как говорится все схвачено проректор семкин пришел в борис васильевич прямо в аудитории 410 алтайского государственного технического университета бумагу прислали она правда не на меня идет она и всегне его на ректора а я про ректор по учебное счастье отвечаю за помещение зачем они эти дела это говорит перед всей аудиторией я вот вот вас у меня как раз 13-й том вышел и он с этим томом сфотографирована тут был волобоев потом в котором нас уже 29 лет фотографирует вот он говорит я понимаю вот эта книга вот детский лагерь почему они ничем не занимаются почему не за вами то гоняются пусть они придут у нас помещение есть свободное там огромные корпуса 21 тысяча студентов я хотел спросить вы учились сколько у вас там студентов было но я учился у нас было меньше студенты что нет в уте в котором я учился студентов было меньше в академии вот сейчас объединили сейчас больше но не 21000 я думаю не больше пяти тысяч но представьте насчет большой у нас университет конечно большой 18 стран присылает сюда своих студентов это тоже что-то говорит и они по учебной части про ректор говорят он еврей который газеты выходит политехник называется главный редактор наша близкая у надежды василина ее сын крестник и она говорит это самый умный из профессорского состава еврей а у меня близкие близкие отношения с ним слову сказать я однажды у него что-то пришлось там быть и говорю борис васильевич вы мне разрешите сегодня у вас просидеть день здесь в кабинете а зачем я бы я поучусь у вас как вы с народом обращайтесь вы у меня это мне у вас надо учиться он уже многое знает а я посмотрел как один один бросил учиться а мать пришла ходатайствует и как он развел это все я понял что это очень умный человек то но он меня так отговорила я больше не пошел но приходил у нас тут обедали вместе я-то все говорю к тому что я обещаю там где нужно не просто я вот любитель вот как этому синистки ну заказывает кого-то он на любого бросится разницы нету верующие неверующие разницы нет мне нет я страдаю я борюсь с этим я молюсь а кто я такой господи прости меня но у меня рука сама просится я пишу знаю что будут последствия в оон писал обличал что делают масоны это смертельный вызов ведь на меня заказ был специальный от масонов великобритании не просто как-то который близкий ко мне щерников александр тихон и журналист прижал потеряевку в детский лагерь и она встретил на вокзале и гляжу он такой какой-то печальный игры саша еще у тебя что ягнать тихоныч у меня статья должна получиться про вас радиостанция свобода заказала ничего не пишется две недели видимо дали задаток большой я как слышал будто бы ему включили счетчик он расплатиться не мог и статьи нету и говорят он бежал из города лет десять его не было здесь и когда они готовились мы туда поехать они сделали все чтобы меня на территорию великобритании не запустить при прикопались подписи там что-то не так цифра ну то есть глупости а меня приглашают оплатили деньги страховку все там какое-то совещание конгресс ну я понимаю почему потому что на темой масонства я работал пять лет м1 м5 даже больше 14 лет у меня ушло с подсобными материалами все что до революции было сказано в советское время зарубежной эти материалы у меня больше я попутно гурят стал от этого стихотворение писал сразу отрезал ни одного больше не пишу а рука просится внутри у меня звучит это ни одного стихотворения не написал ни одной проповеди стараюсь не говорить но если батюшки нету потеряйки а они не считают златоуста в я выйду обязательно меня никто не запрещал я не отлученный вот если я приезжаю в тбилиси там меня отец на ум сразу выставляет сразу же к отцу кириллу если приехали в москве около храма христа спасителя сразу на меня надевается стихарь я выхожу и проповедую меня никто не запрещал в ресабон приехал там сразу в тот же момент только узнали что я приехал мигом там переоденут народа выставят хотя там я в своем костюме был так вот есть вещи которые крайне мне необходимые я их оставил почему я не обличаю а уже было обличение ни одной епархии нету но не считаю новое которые я не писал причем они еретики самые настоящие они умышленно искажают таинство защищают подряд оглашенные за дети не выполняют разбрат вот об этом постоянно напоминает отец андрей кураев протодиакон вот и говорит абсолютно правильно как это можно не видеть такие нарушения когда я рассказал обо всем этом жардан-вилле в америке там мгновенно меня дайте материал нам я время с собой его нету какой собор какие правила нарушаются я нашел девятьсот восемьдесят девять правил по полной которая до никоновской было девятьсот восемьдесят девятьсот восемьдесят это не осипов никто не знает откуда он будет знать то теперь оставили действующих сегодня 719 вот сегодняшняя которая выходит книга правил 719 остальное выбросили 719 989 ты представляешь сколько это полностью устранили они их не знаю тем более подрастающие поколения но уже на эти правила я опираюсь 413 из них то есть 57 процентов ежедневно целенаправленно попирается как будто их не существует вот возьмем шестой вселенский собор 14 15 правила пресвитера рук полагать не раньше 30 лет правила вообще не объясняют почему почему 40 лет не должна быть 40 лет только деканисты можно а здесь пояснение дается потому как и христос вышел 30 летний то есть это выше христа лет а сегодня его 17 18 лет его ставят уже игуменом я встречал таких что современный патриарх кирилл он даже в епископы поставлен до 30 лет до 30 лет это редкость среди епископов но у него это что карьеру хотелось взять денег не хватало я не знаю ну это открыто пишутся а дальше написано если будет поставил раньше до будет извержен извержен я просчитаю вы зарядите вселенские соборы у меня времени на это нету но надо понимать нас от вселенских соборов 7 присутствовала всем на семи собора 2000 епископов 2001 ты но еще чё спрашивать почему ты решил что 2000 не понимают когда из них большая может быть часть царстве небесном сколько из них канонизировано прямо там и никола чудотворец и всех перечислять с первого до последнего собора почему ты решил попирать это да некого ставит а потому некому наши все места заняли молокососами а потом из них делать и того прощу андрей кураев говорит разжигаясь похотью друг на друга делая срамы получаем самих себе должное возмездие за свое заблуждение оставив естественную потребление женского пола про кого это написано а монашеский устав на одной рогожке двоим нельзя спать даже а это раздетого в постель горит семинариста тащит сегодня это все уже выявлено это я не касаюсь я по совести сказать если я не верю в это то есть у меня нету ящейки в мозгах что что этот грех существует он есть умом я не могу этого понять как это можно еще придумали оральные это это вообще я когда разузнал что это такое я категорически против войны но когда одна же натолкнулся дали мне плешку фотографии а там оказалось зарисовано это татушки раньше были что они делают как семя человеческое глотают я как будто бы это вернуться на прежнее чуть не за это не сказал дай мне господи силу удержаться что пять минут быть неверующим не взять автоматы не пойди порядок не навести это это не мерзость даже это даже сатана не придумает как можно не говорить и андрей кураев взял на себя очень и очень много в такое вмешался они не пощадят его когда его везде уволили патриархии так то что он в мгу преподавал дак оттуда старались чтобы мой хлеба не было корки тогда написал приезжай ко мне забыл сказать что это палате да у меня и нары готовы нары готовы показы сухари насушены вот такое дело я писал и поэтому не пишу но тут еще одно есть но вместо этой парке меняется у вас тут меняются но прислали епископа другого это серьги теперь он митрополит иванников и он буквально все перевернул отношения изменились а вот мы сидим в епархии и разговариваем они надо как-то объединяться отец таким и говорит а тут и психи сидит и максим димитриев еще до этого был который как объединяется с вами когда вот сегодня в интернет выставлено или вчера что мы сатанисты да как это а секретарь сидит серьги беляев то это в епархии здесь алтайская борьба да это отец там георгий или кто горный алтай он вот так убрать немедленно мы да я пришел домой нигде ничего нету все убрали то есть они действительно осатанили уже а этот все прекратил наше объявление о лагере на церковном на кафедральном соборе внутри притвора висела все лето это вещь неслыханная мало того нашелся священник который уже сколько раз крестит моченых это не каждый пойдет на это мощеные значит крещеные считают нет крещения и поэтому практически здесь сделано все я не повторяю на ненужное не лезу но отношения с новым митрополитом сергием он ездит потеряю вот здесь я сижу у меня посетил мое жилище вот здесь батюшки отцу акиму месяц назад может быть 3 февраля до месяца еще нету 3 февраля тогда было девятнадцатого года ему 40 лет как он стал священником и он тут приехал со священником с помощниками все у нас записано в интернете и батюшки крест с украшениями там наградил доказать у него не было с собой то видимо молитве только за в алтаре это он получил откровение такое снял себя и на него надел на батюшку опадышка я потом отдал по себя должен купить но я говорю на и ну и меня-то на сетью для нас самое главное украшение раны за христа раны язвы нашу на моем теле павел говорит а все остальное это даниила серафима там это ордена это все земное вот я нигде не вылажу во-первых все сказал когда он приезжал архиерей за столом сидит я все открыто сказал все нарушения какие сейчас делаются он выслушал еще прижал я еще раз сказал после первого второго а зачем я буду лезть и теперь мне никакой нужды нету поэтому что в верхах было я свое дело сделал здесь сделал отношения просто портить а вот такой напористый я буду перочить все сказано от я уже не отвечаю а ты говорила не послушала его кровь с него взыщу а он член постоянный член совета это как патриархии называют это совет-то самый главный то кто у них там архиерейский со архиерейский там советом и он там сидит тоже вот по какой причине я не лезу сейчас никуда я сижу все время сегодня стал кажется три часа володя нет я с ним сделаю съемку когда он придет как тут я на кухне и делаю по-другому чем володя он там картошку чистить я все усовершенствовал бак володя столько лет но я что ты готовил то но даже в этом я внес свою новинку мне надо еще тут застелить комнату кошек спрятать голубей выпустить полетать они должны голубят покормить это все должен сделать здесь вот в этом пространстве на сколько если на 16 что ли квадратов а где-то дописал все 12,8 вот и поэтому у меня даже и мысли нет вот сказали этот архиерей он там что-то защищает где-то неправильно где-то меня подбивают к этому и сказать почему же вы молчите да друзья они все знают все сказано он делает то что патриархии указала 12 причин развода хотя по евангелия одна причина развода а он дескать на это он все это знает он умный спокойный и все уже сказано я сказал зачем я буду познать и путаться я очень дорожу вот этим отношением а раз на другой раз наклепают где не надо я говорил ну смотрите чтоб заочно нас не разучили он в растущий от врагами все время старается поссорить и вот это сейчас синицкий который есть а четвертый ролик выставил меня и рядом прокурор края что то место я получил несправедливо отнять сумасшедшие это решение суда его не президент никто не может отменить суд это высшая инстанция тем более все оприходы на земля уже приватизирована две домовые книги ну то есть сумасшедшие совершенно я все это попутно объясняю поэтому мне нужно заниматься тем что есть худо или бедно у меня просмотров 30 миллионов миллионов ясно дело что объем работ шире в тысячу раз чем раньше был вот так и поэтому мне никуда не надо там было маммар флот м.ф. а сейчас там молитву форум я не вылажу с интернета новые вопросы сейчас я в чат рулетки готовлю у меня уже заготовлено почти 300 роликов чат рулетки представь сколько у меня утром ночью в обед и все это усовершенствую как это лучше как говорить когда и бывает говорит ну то ли оторвать и снова начать не знаю не знаю и друг раз кто-то чел новая картинка то найдет через четыре секунды то они будут творят голая я тогда пишу кто там будет заниматься дальше то администрация то чтобы отрезали отрезали а другой сидит в руках держит свой орган и показывает она она уже записалась я не могу теперь выпустить и когда я один то насчитываю я беру считаю псалтырь а потом своими словами и вижу человек ну минут пять не уходит я тогда сажусь у вас вопросы есть и бывает беседа на целый час за там интересные будут ролики на то который на меня нападает ему в упрек ставят синистки нигде с мусульманами не под каким видом ни одного слова то есть как огня боится а у меня беседа за беседой с мусульманами идет я три слова табу взял это аллах коран мухаммад с ними беседы я называю что если надо атаки никогда меня бог постав пропадать евангелие а не опровергать коран или другие книги веды нет вот по какой причине я нигде не выложу во первых у меня времени нету а во сейчас опять подарил этому джастасу волкеру книги мне такие же книги надо другие вот таких вопросов сколько даже сидим с вами это уже сколько а это я у вас время отнимаю а вы у меня не отнимает мое у меня тоже не отнимаете на тихонович вот так дальше я занимался чем я переплетчик реставратор реставратор даже которые переплетчики сегодня я говорю вы знаете шнуровой метод а что все старинные книги шнуровой метод толщина книги не определяется можно полметра делать а у вас то в руках рассыпаются я свой метод переплета добавил я везде стараюсь что-то маленько внести представь три тысячи томов переплел я книг три тысячи а бывает страницы вырваны надо дописывать надо наклеить так чтобы она слилась и как будто то и была самая страница я реставратор и что интересно на такие дела меня как правило кто-то должен толкнуть подбить вот я давал переплета одна женщина она была 50 если знакома со с нами была настала православной ксения степановна авраменко и она и говорит а зачем отдавать кому-то я через нее передавал а самым надо научиться где до книжка же есть где-то переплетная тогда поехал переплетный цех где можно было что-то достал посчитал посмотрел и начал переплетать и целую прияду переплетчиков выпустил прямо в университете в этом университете техническом большой огромный зал и сидели люди принесли материалы и делали виде а тоже здорово все письма переплетены все билетики но ни одной старинной книги ты не бросишь и потом твой труд журналы ты можешь годовую подшивку сделать как он в библиотеках у меня газет много и не просто так для потомков я приготовил высота и в теперь газеты же 13 метров пачка пачками я переплетал с корочками а почему я в краевой библиотеке много работал со старыми газетами там послание приветственно стали на гитлеру были рейхсканцлеру молотова риббентропу и прочее а меня обвиняют что я хорошо отозвался гитлеры я дозвался о том который не нападал нигде который страной из разрухи подняла вы самую богатую страну россию поставили в разруху я вот о чем говорю он любил свой народ его приветствовал глава это попутно осуждайте тогда всю эту историю кучили немцев то здесь танки водить самолет это учили здесь в россии а суда геринг то уже поехал хорошим летчиком то но никто не знал что дальше будет и поэтому надо разделять я говорю такого умного человека попутно сказать история не знала учитывая сегодня что делал если бога нет а если бог есть то концы жизни показал это дьявол человеческой оболочки еще непонятно я об адольфе шикель грубери сказал так поэтому я нигде не лезу недостаток времени а вторых которые говорят вы были мягче это строже почему да потому что я вам говорил вторично уже не буду говорить а вы с новыми людьми если были бы где вы сказали у какой был такой остался я не менялся я вообще не меняюсь то есть в лучшую сторону да а как понимать меня господь сразу направил святым отцам я не блуждал нигде я понимал так а теперь вот так мне это дали у меня вообще не было этого мне как господь видимо отмерил что мне некогда будет заниматься переменять поэтому я тебя сразу вливает то что однажды и навсегда углубляюсь об этом копай глубже как симеона сказано было я только копаю глубже и вот эти наши встречи проще они это подтверждают ни моих книгах вы нигде не найдете чтобы я говорил сегодня да завтра нет этого нет определенно это не во мне это господь дает я вот чем занимался говорю проповеди стихи много очень печатался в разных газетах литература нигде я отрезал одновременно и больше туда у меня времени нету я понял я сделал свое дело спрашивает а стих опыта много я посчитал это пушкин некрасов лермонтов блок вместе взятая за всю жизнь меньше чем у меня за 9 лет меньше по объему там половина страница чистая у них это невозможно и поэтому невозможное бог положил на человека которому ни ума ничего здесь не надо я просто орудие его приехал однажды ну что такое плагиат вам не объяснять я не занимался этим вот приехал протоиерей один родной брат нашей тихий епископа и говорит вы стихи любите я говорю да а вот послушать еще пишет стихотворение одно газета радонеж это такая православная сугубо и просчитал стихотворение хорошая я говорю смысл очень глубокий а кто написал не знаете что-то знакомое но не знаю он тогда убирает и написал лапкин я написал и тоже как будто я его не писал а тогда куплет один скрылья дачка это вот стихотворение имена вы поминаете а вот это и дать такой есть добавлю такой случай в истории есть шубер так писал музыку он ночью просыпался или днем писал что-то и вот однажды он пришел в какой-то в салон шуберт но такие были музыкальные салоны где собирались этом как это типа not лежит на рояле он взял но ты играет какая симпатичная песня как-то говорит написал этот фраз да ты что это говорит игре три дня назад написал эту музыку у меня похожая ситуация прям конкретно я говорю людей называю кто привез газету какая какое стихотворение одно писал брату такое обличительное но я написал и все или отцу писал там один куплет такой как в басне надо беде случиться служить греху смертельно я устал в мечтах меня ты видел коммунистом а я нашел воскресшего христа это нельзя списать где-то это конкретно моя биография мой отец ну вот я вам думаю понятно изъяснил почему я нигде не выложу сейчас и причина причина одна что я супер занят а потом причина жизни человеческой говорит строк и 70 при большей крепости 80 я истратил даже крепость а какая во мне крепость а когда столько меня терзали мучили морозили и мне ли на это растрачивается у меня нет времени нисколько в запасе ни грамма то есть я уже где-то взаймы пошел на японский срок жизни ну дай бог вот все раньше занимался много собаками в уголовном розыске очень люблю это животное отошел сергей мне урагана хотела отдать не взял серёж даже выгуливать некогда я иногда выйду потопщусь на улице в тюрьме ежедневно если погода позволяет выводит прогулку я даже себе не могу позволить этого вот и вот и все жить на половину или как-то я не люблю пару планы люблю полумеры я не хочу больше струны сердце без песни отмерьте ну это такое так стихотворение есть кто-то написал а на полную отдачу а уж как бог всем умом всем сердцем всей крепостью всем разумением так это или нет получилось не знаю но не умышленно поэтому на исповедь я говорю в ведении неведении в уме помышления ни перед чем не оправдываюсь но искусственно я не могу нагонять потому что у меня этого нет ничего я сижу где-то огневался сказал но гнев человека не творит правды это правильно но если господь воздрел с гневом на этих значит златоуз говорит если бы гнев был не от бога он бы не был природе человеческой виноват это не и просто похоть неблагодовидные члены более горит прикрываем почему они самые нужные руку оторвало я мужик ухо оторвало я вам ничего не изменился но если повредила тебе орган внизу то ты ни к чему не нужен и никому не нужен а мы прикрываем ты сам разумею а войну то было ранили там разные места и поэтому горбой бы ты орган не был доверяйся богу он знает и ты только приложи к этому силе чтобы оправдать божье доверие этот на сегодняшний день а уж завтра будет будет как один бог знает благодарю за вопросов больше нет вопросов не догнать тихонович ни одного пока пока все все это да благодарю до тихо за духовную беседу за наставление но я много рассказал чтобы показать а чего я отстал отстал и от этого отстал обличительные письма не пишу в газеты не пишу журнала не пишу я отписался ну сколько я написал посмотри сам 38 книжных вариантов книг в это знаете да еще добавь 7 томов в электронной ну когда-то должен быть конец на труда проповеди не говорю по этой причине то есть у меня время ушло повторить они говорят о если бы вернуть назад я по-другому прожил я говорю если бы вернуть назад я еще в этом же направлении уже не два с половиной часа спал бы полчаса наверно я говорил для монаха достаточно одного часа спать но я больше двух с половиной меньше не мог пойти я стал засыпать на ходу вот недавно деревне был я два раза заснул печатал и во время печатания заснул упал и нос разбил а клавиатуру два раза было и даже бывает так здесь есть я делаю кнопку нажал руку не убрал и уснул я понял я уснул руку то убрал вот секунды но я полностью отключен был когда цифровал вот эти пленки то своей златоуста жития 18 часов следующий день у меня было 19 часов работы 20 и последний день 24 часа не не выключал по комнате хожу дойдут там до порога остановился а где я посмотрел моя комната то совершенно вот как войну когда с места на место части перебрасывали в четверо шли двое посередине спят шагают а все спят а по краям которые потом эти в середины теперь эти шагают вот у меня та же история опять дойду до суда магнитопой накрутиться мне надо знать когда переключать дорожку файлы сделать а там же пленки повернусь а уже во время поворота я заснул я не упал ни разу спать на ходу стоят так у православных не по это не привыкать у нас полслужбы сонная стоим с богом храни господь слава хрис